Как из крана течет. Электричества нет. Все по стенам. Это просто, это вообще у меня нету слов. Инновационный душ из-под люстры в доме у Фимки устроил сосед сверху. Он живет на два этажа выше. Тем не менее, вода просачивается и в квартиру Аэлиты Валеевой. Все вещи у нас мокрые, все шкафы мокрые. И идет не только, допустим, по стене, идет из люстр, из розеток. Все мокрое. Электричество нам, естественно, отключают. По рассказам девушки, за последние несколько лет ее топили как минимум пять раз. В последнее время такие случаи участились. Поэтому у Фимка всеми силами пытается спасти хотя бы оставшиеся имущества. Когда уходим из дома, все накрываем полиэтиленом и везде ставим тазики, потому что боимся, что он нас снова затопит. В любой момент может произойти это. Не легче приходится и Гузель Нурмхаметовой. Она живет этажом выше, как раз под квартирой неродилого соседа. Именно его у Фимки обвиняют в постоянных потопах. По первому затоплению я подавала в суд. Суд вынес решение в мою пользу. Но у него этих исполнительных листов очень много. Он их не платит, так же, как и все остальные. Соответственно, и мой неуплаченный до сих пор. Уже год прошел после суда. То есть он привык, что у него все время так безнаказанно остается и так и будет продолжаться. То есть у него образ жизни такой. На сайте службы судебных приставов за мужчиной действительно числятся более 20 исполнительных листов. Как привести у Фимцев чувства, не знают и в управляющей компании. Там сообщили, что причина неприятных инцидентов кроется в обычной халатности. По какой причине мужчина изводит своих соседей, мы решили поинтересоваться у него самого. Вот только общаться с журналистами житель этой квартиры не захотел. Юристы считают, что привлечь у Фимца к ответственности в данной ситуации будет непросто. Единственный выход – это страхование жилища. Если судебные тяжбы и взыскание ущерба не помогает и взыскать этого человека невозможно, единственным выходом я вижу страховка квартиры от внешних воздействий и в дальнейшем уже взаимодействие со страховой компанией. От порчи имущества и постоянных тревог страхование, конечно, не спасет, но в этой бочке дегтя важна любая ложка меда.